пицца на костях как в италии а как илья лазерсон дружи обломова перехитрил это у нас как обычно джей ему подсирает как обычно джой будет лучше чем секс всем привет здравствуйте дружи меня чудес и здравствуйте мистер лазерсон на двоих не смогли сообразить хороший звук и картинка какая-то уж больно светлая а наверное петличка у или лазерсона скорее всего интернете и собственно телевидение все прекрасно знают кто такой илья исакоч лазерсон все знают это кто такой пара папа 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 угли делает одной левой рукой пара папа 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 они у нас call cool school school slow или cool slow как правильно и бергер под лезет противопресса жиру давай связи вниз вниз не надо мне лезть на кресло давай слезай а папа 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 и пиццу сжег рукой и разорвал пирог опять одной и скажите как его зовут извините на труду тут у мэр тру туру тут у сон пара пара папа лазерсон так это я ебнулся спасибо очень большое познакомиться а у него майка еще спасибо шеф то есть он еще на ту контору работал в то время я так понял то есть на этот момент когда он видосе у него своего канала зон лазерсона нет друг другом и он предложил рецепт которого никогда еще не было у меня на канале даже ничего похожего не переживай дружи были стейки сейчас будут кости и угли это кости попробуем к насколько это не просто пилить ты не имеешь права называться мужчиной если ты никогда не ел костный мозг если ты его не любишь стоит ли мне комментировать это дерьмо если вы не любите костный мозг если его вы ни разу не ели значит вы не имеете права называться мужчинами понятно вам мужчины так что являетесь вот огребать епта чем мы просто так что рисак через ли посмотреть то ночью в кадре только один мужчина и это явно не дружим судя по да блин за что он такой тогда был худой прям мужичок нормальный разобрел да я костный мозг не ем зачем почему есть такой вкусный что ли вот это вот высасывать их знает по логе лазерсона вообще кстати говоря это надо прямо уметь оскорбить и обидеть человека прям глядя ему в глаза даже не понимаешь что ты это делаешь это то же самое было с чуваком у которого были татуировки который хотел смыть их кипящим маслом сегодня я из мальчика наконец-то там возмузаешь мужчиной обожаю поддерживать тупые шутки блять охуенно отличная кости вот порой хочется запилить под свой размер надо пилить ведь не только видео в интернет надо еще пилить кость давайте попробуем можно попробовать да собственно я пробовать не буду потому что у меня тремор алкогольный уже идет то чувство когда вот в компании есть один тело он пошутил уже засмеялся ведь никто не засмеялся и он такой ну ладно не получилось так и не получилось странно пилу принес от тиски не принес не порядок работают хирурги он шутит короче и никто на шутки не реагируют ну я думаю что хватит уже собственно представление есть это мне уже звонят там уже там уже то есть он даже телефон на съемке не выключил на серьезно у уважения но я так понимаю что вот это вот то что у нас остается лазерсон интересно вот это видео было до того когда дружу бросал и челлендж лазерсону с приготовлением утки или после мне кажется после это крошка которую это понял уже как-то смысл снимем тупой стороны ножа или даже да 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 ничего не объяснил я вот честно говоря не понял дружи тоже вот смотрит на эти кости не понимает задают вопрос и что отвечает илья садж по поводу вот этой костной непонятной массы которая соответственно несъедобная снимем тупой стороны ножа или даже не могу понять почему всегда одна петличка на двух людях не понимаю купить напиленные кости покупайте значит сейчас с костями мы уже поняли как быть я предлагаю что-то он вот сейчас ножом что-то пытался что ли что-то счистить ничего не понимаю сделать пиццу на костях я не думаю что никто и ребята из вас никогда не ел пиццу на костях первое что надо сделать надо подготовить кости потому что сама пицца печется достаточно быстро а кости нет поэтому кости подпекать и забудет настоящие на тесте прям которые вот мы сделали на человеческом тесте у нас хорошие человеческие кости и хороший человек туда и не надо человеческие кости использовать и тем более человеческое тесто как тесто будет взято понятно опять эти шутки про человеческой все дела осуждаем конечно потрясающе пришли с каким-то подарком это кофе или что-то нет это это измельченные кости это костный порошок который был поджарен в духовке в специальной печи я бы сказал основе этого мы будем делать еда это этот порошок добавляется в тесто потому что уж если пицца на костях значит там должны быть кости прах по сути такой костный прах а ты понюхай что сразу поймешь что это пахнет ржаным хлебом конечно я ставлю в духовку короче вот это это шутка снова было да я отгадывать должен да пришел сюда отгадывать нахуй играть в отгадки да пусть они пекутся можно даже 200 на перемолотых костях пицца нахуя так сколько что стоит я нихуя не понимаю ребята зачем этот видос вы сняли то для кого для кого что он говорит я вставлю что пахнет ржаным хлебом конечно я ставлю в духовку короче вот это сколько на духовке пусть они пекутся можно так можно даже 200 дать а если не можно да это конечно ржаной солод там мне кажется еще 300 стоит на духовке это то что добавляется в хлебопечении что из чего делают квас например потому что я сейчас сделаю тесто пшеничное но я буду кричать громко что на ржаной и пусть никто не скажет что это не так ну короче вы понимаете да пиццы на ржаном тесть что дают конкретно вот такие дрожь это не дрожь это солод солод он дает такой аромат черного хлеба а зачем аромат черного хлеба в пицца да есть у кого-то ответ даже если настоящий жилой муки у вас нет нет надо взять пшеничную наверное неприлично заявлять людям о том что это ржаной хлеб но это будет темный хлеб который будет крайне ароматный крайне вкус темный хлеб но но это не кости также это ржаной хлеб используется величай это солод солод чтобы получился ржаной пиццы ржаной хлеб ржаное тесто для пиццы да зачем укаш необычно я помню ни разу не ела пиццу на ржаном тесте но зачем реально вот и все мы же таскать хотим работать вкус надо этот ржаной салат заварить кипятком я на глаз все делаю незачем совершенно тут что-то а как же миллиметраж вот это она можно пояснить что вы делаете кроме граммы миллиграмма 400 чайных ложки а я или у вас уже такой скиллз у меня обычный человеческий я сейчас я могу просто показать обычный человеческий сделать тел лазерсона булочного типа хлебного типа без всяких скиллзов пойдет аромат убийственной лет нам хватило и так сегодня уже убийственного всего нет конечно да это соло вот эта каша ароматная она сейчас чуть-чуть остынет потому что мы действительно сейчас будем сюда вводить дрожжи соль сахар да чтобы чуть-чуть возбудить брожение чтобы было чем питаться да вот тут можно даже но я не знаю сейчас можно например час воды и сахарочку чуть-чуть да сейчас а вот так и нас и на теперь питательная среда у нас для дрожжей есть это даже есть только теперь до чтобы их не убить чуть-чуть остудим остудить друзья если кто не курс никогда кипятком не заливайте дрожжи иначе вы будете сидеть три часа ожидая что что было чтобы у вас что-то взошло а бактерии ваши так сказать померли в кипятке хоть дружи об этом говорит с экрана спасибо а еще надо продолжать знать что если ты хочешь тесто заморозить допустимо дрожжевое тесто надо положить даже больше потому что часть все равно умрет в морозильнике сейчас я чуть-чуть муки дам понизить температуру просто мука то все-таки имеет комнатную температуру тут у нас кубик дрожжи вообще кладут в зависимости от количества муки от двух до пяти процентов от веса муки которая идет для замеса теста но ты же знаешь сколько у тебя сейчас будет там муки да на самом деле себе надо где-то представлять сколько муки пойдет для замеса твоего теста но но мы погадаем на кофейный гусь дико страшно я вот считаю что здесь так она два муки у нас пойдет может быть больше под в стакане 140 грамм где-то 300 грамм муки уйдет 2 5 процентов один процент где-то так можно взять чем больше в тесте того что мешает работать дрожжем тем надо больше брать дрожжей жир сахар яйца мешают работе дрожжей им тяжело доработать вообще по-хорошему надо было в жидкую вот это в массу положить дрожжи сначала чуть-чуть подождать если уж прям совсем хорошим итог потом заводить муку а тут они просто решили схитрить как бы остудить вот эту всю жижу для того чтобы дрожжи не померли и поэтому немножко поменяли сначала одном положили потом второе чем больше в тесте того что мешает работать дрожжем тем надо больше брать дрожжей жир сахар яйца мешают работе дрожжей жир яйца сахара мешают работе дрожжей всегда все везде говорят что мол типа сахар дрожжи бла-бла-бла дрожжи начинает работать с сахаром начинают сахар есть начинает выделять эти самые газики собственно все начинает пенец пузырится если там было бы тесто но начинает все подниматься благодаря этим с газиком и так далее в смысле сахар типа есть подозрение что яйца горит мешает плохому танцору а тут и не поспоришь есть подозрение что если сейчас начать прямо изучать и гуглить этот момент то получится что и жир особо не будет мешать а наоборот будет придавать эластичность всей этой массе на мучной для того чтобы она лучше всходило типа того ну короче это вообще странная тема дружи походу тоже мимо ушей пропустил потому что все таки есть у него небольшой стресс ну как бы вы может быть любили или не любили дружи все равно есть небольшой стресс когда находишься с незнакомым или с малознакомым человеком тем более в кадре на съемках видоса поэтому здесь я его могу понять что он ну типа просто пропустил мимо ушей да да этого будет вполне достаточно каратуре у меня все хорошо я всегда дрожжей кладу в два раза больше чем думаю и не прогадываю никогда проблема положить дрожжей больше в том что тесто потом будет очень сильно отдавать дрожжами брагой и это тесто и этот хлеб если ты хлеб делаешь там утром нормально брага давать так что лучше дрожжами так не играться кидать в два раза больше чем думаешь до дружи сейчас под стрессом все-таки если лазерсон великий шеф-повар 150 книг написал и еще шутит так по-дебильному вообще не разряжает обстановку никак не очень приятно я так скажу можно всегда тесто обмять еще разочек а вот если их не хватает то уже как бы ну собственно да сейчас тесто как вот как булочки как ты хочешь булочки да 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 можно руками вот уже все можно ложкой больше не работать а можно работать уже рука возможно я этим займусь можно немножко подсыпать муку все равно потому что парадокс не успели запить тесто по она уже сгорела то в миске а я так думаю можно в миске либо вы топовый профессионал конечно и не надо сомневаться дружи валик не знаю как тебе обращаться привычки нет такой не надо сомневаться это топовый профессионал есть такие ряд изобретений человеческих которые возникли из-за того что надо бы что туда это у нас же там илья исакович лазерсон президент гильдии поваров санкт-петербурга нихуи моржовый активизировать картошка из этой области на кондитерских предприятиях всегда есть обрезки бисквит их сушат делают крошку бисквитную потому я сдабливают вот кремом кремом да и получается картошка это ведь был способ рационально использовать продукты для меня кстати пицца это тоже я считаю из попытка использовать вчерашние какие-то кусочки мяса недоеденные там чего-то еще что а пицца так и появилась ну да знаете ли блять когда ты выдерживаешь тесто нахуй двое суток ебать давайте выдержим тесто двое суток для того чтобы срабатывать какие-то кусочки у нас в холодильнике которые завтра сдохнут ну подумаешь мы двое суток подержим они сдохнут а потом мы их положим на тесто вы не подумайте я тоже слышал вот этот разговор о том что пицца это еда бедняков что пицца появилась вследствие того что якобы люди там срабатывали всякие остатки продуктов и так далее но знаете ли окей когда ты делаешь сразу тесто и через три часа его уже хуяк уже пицца раз готовый ты ее ешь а когда пиццу выдерживаешь по двое по трое суток на правильной муке с очень охуительно тонкой и серьезной технологии что-то это не похоже на еду бедняков и что-то это не похоже на блюдо с помощью которого ты избавляешься от остатков еды в холодильнике честно говоря поэтому вот до более эти пиццы которые всяких пиццериях делают там же также выдерживают а дома ты домашнюю пиццу там взял тесто и на него все дохерачил это да это до бедняков у меня сейчас резонанс в голове происходит биполяр очка если хотите как все всем понравилось колбаса там протухла но незаметно сусок налил и все проверьте послушайте что говорят ой хорошо теперь да теперь можно просто его оставить но я обычно для того чтобы более явно наблюдать как подходит тесто в виде его можно превратить блин тогда ты уже будешь видеть она идет или не идет а будем ли мы чем-то его накрывать смазывать что-то нет достаточно просто обсыпануть на него муки все потом всегда межпрочем так делают эти полотенца это от лукавого это придумали не знаю я люблю пакетиком закрывать смазать маслечком и сверху положить целлофановый пакетик вот так вот или пленкой сверху все этого достаточно теплое место на час надо ну блин я не знаю вообще вот таким образом верхушечка подсохнет видеть просто заметное увеличение в объеме понял я честно говоря не могу ничего сказать вот по этому методу потому что я так не делаю никогда но по моему я помню из детства что если так сделать то верхушечка подсохнет тесто подошло извините сначала стрима почему тесто коричневые что добавили углей но чуть-чуть до увеличилось но чё-то честно говоря маловато увеличилось все превращаем мы будем делать пиццу пицца совершенно обязательно нужно быть круглая считаю мы будем ну короче пицца ржаная не ржаная мука похуй круглая не круглая похуй чё сейчас на начинке ах да кости похуй на начинку делать пиццу под размер противня и будет противня печь на обратной стороне потому что так удобнее вынимать скалочка на обратной стороне противня лазерсон я вам напомню пёк пиццу для того что это типа аналог камня на который надо класть пиццу этот противень кладется в печку там раскаливается пицца готовится на столе затем противень достается из печки на него выкладывается быстренько пицца и снова убирается в духовку если у вас нет вот этого камня специального для печи на котором якобы можно изображать настоящую печку а сейчас он говорит ну это просто так удобнее а какая разница что внутри что снаружи типа вот это не работает с этими противнями почему же надо делать такого итальянского типа тоненькую конечно итальянского типа ты же сделал блять итальянскую тесто итальянскую муку итальянский подход да вы итальянскую тесто дал все это специальную выбрал кликовину в тесте да вот это вот все сделаем итальянская блять так и ждут итальянцы нахуй вот эту пиццу так и ждут там сидят когда сделать им лазерсон илья исаак шпиц вкусную как раз здесь тесто будет нормально можно да можно вообще говоря чтобы брутальность сохранить все-таки это кости не делать ее какой-то один правильной формы сделать какую-то такую под остров какого-нибудь государства остров сделать их а дружи все равно старается крутить круглую лазерсон нашептывает сделай кривую а дружи в дараках том меме с этим зеленый куклы из маппетов какого а блин забыл тонусе эти кермет в облом кермет зеленый который и он стоит и напротив него то я стоит такой его палпатина в этом капюшоне темным и нашептать ему и ландертон же такой дело сделай неправильной формы дружи и давай ты же хочешь делай говно на костях все-таки по привычке старается сделать нормально штирлиц склонился над картой россии его очень сильно рвало на родину поскольку сильно раскатывает то еще сильнее надо еще ощутимо сильнее охуеть вот это пицца ребята мы должны уместить сюда кладбище из трех костей вот когда вы так раскатываете тесто дайте ему постоять закройте его пленочкой дайте постоять минут 15 она чуть-чуть поднимется обратно сейчас может кто-то сказать типа настоящее тесто пиццу не надо раскатывать скаткой потому скалкой потому что все пузырики бла-бла-бла ребят будем честны тут нет ни пузыриков ничего не 5 10 но если уж вы раскатываете я например от не осуждаю потому что в любом случае вы не будете делать супер правильное тесто раскатываете оставьте на 10-15 минут под пленочкой она немножечко поднимется обратно и будет нормально вот как-то там да подожди нет можно чуть-чуть еще потому что когда тесто снимаешь со стола она сжимается объективный его размер можно всегда оценить когда его приподнимешь только что происходит вообще он муку еще сверху припыляет зачем на дружи и так собрал муку с днищ противня а тут лазерсон еще сверху вот так вот аккуратненько и щас горит и чуть-чуть прямо я ппп припил припылил слушайте но это жесть какая-то вообще вот сейчас мы его слова от лепим отставать но мы поймем достаточно или нет это реально выглядит так как будто два чувака пытается что-то приготовить просто пытаются дружи он вроде умеет готовить но из-за указаний исакича он комплексует стрессе и делает по указаниям исакича так я уверен дружи бы нормально сделал я думаю да мы сейчас его просто здесь подправим на на уже на площадке теперь я сделаю маленький трюк посыплю этот дробленым черным перцем вкусно чтобы было ну трюк дружи ты просто не знаешь ульи исаакчи там много разных трюков и вот это один из них когда даже дружи охуел потому что козлы лайфоченышей и мозг очень любит перец вот он он любит очень перец и такой дробленый чтобы он не сгорел на душу он крупный был потому что пылью посыпать нет смысла она сгорит чуть-чуть водой даже дружи говорит за суши а может оливочем не 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 дружи водой нахуй а потом дружи короче делает опрос в своем телеграм-канале и спрашивает ребят кто самый косорукий повар на ютубе и ему огромное количество людей пишут лазерсон и он такой смысл за сон уже нормально готовит вы чё ребят но нормально я вот сколько делал сколько все нормально получалось возможно вы будете удивлены но он готовит на своем канале прекрасно но к сожалению из интернета они очень любят смотреть где кто-то ошибся ваше мнение это не ваше мнение у вас нет своего мнения вы смотрите компиляцию пяти ошибок из тысячи видео и такие да да я согласна это теперь мое мое мнение он плохо делает ну не я сама смотрела все тысячи видео теперь я тоже согласна с этим у вас нет своего мнения перестаньте быть такой пожалуйста это очень плохо выглядит со стороны и да дружи а ты сейчас все мнение говоришь и вкладываешь людям в головы свое мнение перестаньте у вас нет своего мнения вот мое мнение возьмите о вас и используйте его что вас нету мнения своего вот так дружи 1 окно и так только мы там смотрели сколько у меня видео лазерсону то плейлисте там правда еще точную цифру не скажу что что у меня там же и высоцкая и петря их лежат плейлисты 65 видео даже даже если брать что у петра его около 10 откидываем 10 на этого на высоцкую и еще пусть минус 2 то есть 22 убираем у 25 пусть 40 видео мы посмотрели 40 видео точнее ну я сделал реакцию на 40 видео как джей смотрит лазерсона 40 уевых рецептов из разных лет и старые рецепты там из десятых годов и новые 20 40 дружи ёбану серьезно прекрасно готовят изумительно конечно добро пожаловать в клуб надо оливочем где есть костный мозг действия к брутальная кухне не 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 надо это брутальной кухня перните еще кто-то на тесто и размажьте кусок кошачьего говна он будет охуенно брутальность уровень маэстро представил будем вот так отламывать это тесто приправленная черным перцем это будет лучше чем секс я обожаю лазерсона за это хуйню эти аналоги да а он не будет ничем мазать ну как там соус этот томатный какой-то нет не будет ничего просто лепешка перцем поправлены и приправленные кости но у костный мозг что ли насколько он за все на хуй и извиняюсь секс то вот это вот отламывать кусочки это будет лучше чем секс ёбана будем горит отламывать он уже готов отламывать он уже знает что будет хуй то блять будет лучше чем секс приправленная черным перцем не ну в принципе он раздробил его нормально да вот где-то чуть-чуть раздроблено где-то средняя а где-то просто ликовый перец будем вот тогда вот тут нормально микро куски тут просто этот катышка это перчинка такая перчинка так чтобы взять раз и раскусил и пошел этот острота тебе по рту за раскушенные этой перчинки до сломать это тесто приправленная черным перцем это будет лучше чем секс сдается мне дружи не представлял что они будут готовить когда исаакыч сказал олег мы будем готовить пиццу с костями это будет лучше чем секс теперь немного муки опять по воде случае не оскорбление исааки но когда илья исааки там жестко так занимается сексом что аж дым идет что чернота получается по итогу ожоги что и такой лесок смокший весь секса кайф впитал и за так сказать применяем припорожной мукой это всегда красиво смотрите верну припорожной мукой одно красиво смотрится шток там красиво смотрится пицца пицца до итальяно красиво смотрится сырочек там это перроне там или иная какая-то начинка сверху эти вот бортики такой взял потянулся сырочек но если даже не тянется такой в роту он вообще красота вкуснятина это чё такой сейчас будет где там соус хотя бы ну знаете ли как плесень так вместо соус ребят и вот походу место соуса реально как плесень издалека выглядит такой дар низких лет забыл где-то на даче там в этой хлебницы или на столе где-то там стороне и через месяц вспоминайте он вот так вот выглядит просто там правда еще зеленая будет наверняка украпления но вот такой вот издалека из посмотреть чему пицца на костях потому что мы сейчас может быть кости на пицца нет делаем вот так я сделаю один маленький еще один маленький такой то есть они уже достали кости которые были на противне в духовке да спасибо за то что сказал илья сакч сколько они стояли на какой температуре что 7 над был делать спасибо трюк я сейчас трюк нет лучше ножом он тупо разрывает я сейчас сделаю крестообразный разрез посередине чисто для красоты нет это функционально это функционально что он опять делает в коричневом нечто дырку я сюда поставлю сейчас ложечку с водой вот эту а для чего она здесь была была в чем смысл вот вот так вот прилепливать это тесто к стакану ведь она же все равно не прилипнет он боится что что да не суть а зачем стакан с водой туда засовывать для начала видео смотрел ну вроде более-менее нормально кроме вот это тесто ржаного равного и дальше уже понеслось ебануться просто зачем тут стакан с водой ну понятно что видимо поставить духовку чтобы вода испарялась и типа эту замочил тесто не сохло это понимаю да или как или ну да сейчас увидим конечно а вот просто он кости он кости с костным мозгом ложат на пиццу сверху это не такой пиццы это лепешка на лепешку сверху он ложит чё такое это чё за бездумие ребята я думал он они выскребут и выложат сверху этот костный мозг как-то там как у пепперони выкладывал то же самое лазерсон этот по площади но это чё такое нахуя как есть то есть отрывать отрывать вот эту вот лепешку макать в этот костный мозг или костный мозг вилочка типа или вместе с лепешкой тесто раскроет слишком сильно или какой смысл от этого это просто как лепешку слепить в детской песочнице пока замысел пока он непонятен да он непонятен потому что ты придумал это с низ хуя на ходу он придумал согласен а как всегда просто ты также бургер придумал с тем чуваком у которого были татуировки ты просто на похуй на втыкал блять спагенте в эту хуету и сказал о нихуя себе супер блюдо я хочу как то вот так абсолютно или рост какой-то cringe это блюдо так если сдалека посмотреть это похоже что как будто сейчас вот костер будут разводить вот тут стоит котелок вокруг наложили поленья подожгут котелок уберут этого места и займется и сделают эту как поставить эту не треногу или как назвать чтобы котелок подвесить земля просто вокруг ой блять да да произвольно да чтобы даже здесь не было никакого закона вот так расположить кости присыпать их солью можно сейчас можно потом даже присыпать соли вот и собственно все вот это ребята настоящие пицца нет ваш всякие маргариты пеппер на пепперони курица с ананасом кстати если без шуток то курица с ананасом вкусная пицца я когда-то ее ел из додо заказывал чистому проверить реально такая ужасно на вкусная прям реально я бы еще поел торгоз относительно еще доставка ах и кстати доставка есть ко мне поселок тони вот где надо учиться то италия 250 до 250 надо аккуратненько тащить чтобы плошечка с водой ведь площадку с водой нельзя потом поставить правильно надо тащить с площадкой обязательно духовка хорошо разогрета я думаю что не больше шести семи минут по нам понадобится нам конечно да я там для чего понадобится что там готовить тесто только вот слабо но ускорила высохла на хуй для о 250 конверсия в голове буду держать 275 лучшее 300 и все лучше а лучше вообще 550 еще лучше если можно там до температуры я скажу какой о до 10000 градусов выше температура плазмы чтобы прям как следует кости приготовились и удали и этот перец дал тесто прям красота ёба народ ну как тем больше тем лучше ставьте ну вы поняли сколько есть столько и стать ну 250 если у вас духовка какая-то старая там 200 градусов ставьте 200 100 180 150 ставьте вот эту температуру похуй это приготовиться ума надо просто них дома я всегда говорю всем девчонкам девчонки хотите пиццу пеките на максимальной температуры которые дают ваша духовка слишком много не буду сюда так я так понял что пока у нас пицца жарится варится мы делаем что-то типа топпинга гарнир гарнир гарнировка есть такое слово ты брода жопирование еще его спроси гарнир до гарниров но хотя сочетание ржаного хлеба с жирненькими косточками соленым огурчиком что может быть лучше до ощущение жирности всегда нивелируется кислыми или солеными продукты вот теперь можно будет эту водичку убрать она имела таскать то просто так вот ты и убираешь и у тебя блюдо с дырой бы мы сохранили эту правильную теперь на это будем класть доску до какой кайф вот это блюдо вот это это уровень блять она еще и прилипла я не удивлюсь если она еще и блять сырое не пропеклось вот это наша подача теперь вот а дача и теперь наша задача отрывать куски этой ароматной лепёк а я не показал что это это как его картофель free а это эти огурцы с банки маринованные и теперь задача отрывать а как есть многих накладывать туда как-то я ничего про вас наоборот вот это вот внутри а снаружи зелень должна быть или и саки не имею но как бы кусочек петрушки надо к вверх ногами сейчас поставить чтобы это палочка смотрел вниз а не вверх а я так сказал бы ну так удобнее брать просто мокомрачительно вот так переместились вот это бля украшения ржаной хлеб огурчики как же она плохо вставлена это просто вставить как же она плохо торчит некрасиво еще перчик кстати еще перчик кстати там неплохо очень работает ржаной хлеб теплый причем удивительно а я думал холодный я вот но ложечкой ну да так я и думал что ложечкой или вилочкой раз на хлеб и закусывать этим на о да горяченько блять это вообще нихуя не пицца а мешает отдельно вот не заниматься так хуйней отдельно два блюда сделать и стаканчик рядом с этими с рядом с огурцами сделать нормально или вообще просто и даже не делать вот эту хуйню а купить ржаной хлеб хороший дорогой какой-нибудь рублей за 100 пекарни прям вообще заебатый и отдельно кости просто приготовить там с специями ты хотел стать микроволновки в духовке и кушать вот это вот нахуя вот эту позор делать выглядит просто потрясающе жир аромат и жирный хлеб хорошее тесто правда лепеха хроматная хорошие ржаной хлеб отличная пицца вот так вот ребята внезапно по каким-то магическим законам или исаакыч сначала они готовят пиццу а потом у них уже ржаная лепешка хлеб запекли нахуй понятно вам ржаная лепешка и в тем то есть это это не пицца на костях это лепешка на которой кости и не как в италии а как то блять аборигенов может быть это они бы вот какие сказал на отдельно бы подали так сказать сервировали у бедный дно дружи тут дружи вины нет он следовал этим указанием или исакича более опытного и крутого шеф-повара такие дела до зернышка и перца забавно что дружи в этом во всем ищет плюсы ни одного минуса но бывает бывает когда видишь только плюсы и не видишь ни одного минуса не знать как называется любовь суки любовь вот огромное спасибо что поехали спасибо спасибо но это еще не все между прочим это не единственный рецепт с костями которые мы сделали и 2 рецепт который мы сегодня сделали но на этом я думаю мы с вами закончим сейчас пойдут лобызания прекрасные речи а нам сегодня хватило этого шедевра спасибо всем кто смотрел всего доброго приятного аппетита спасибо джей это прям легендарное видео и все это конечно не пицца кайф но тут в этом видео есть мем секса кайф от ильи цакича да это круто это был вот прям уровень лучше чем секс вышло это у него лепешка пицца на костях под костями ух ты ж мать твою ну приятного аппетита да согласен в общем да он тоже приятного аппетита лучше такой рецепт не повторять не мается хуйней давайте увидимся следующих видео